Что ж, доброго времени суток, дорогие друзья! С вами GoodHunt, это квалификация к StarLadder'у. Это Балкан Бирс Корлеон против Нам Везёт Мы Играем, сокращенно NVMI. И пики, и баны. Faceless, Void, забирают себе Балкан Бирс, они же BBC. Viper вторым пиком, Нам Везёт Мы Играем, это SkyMage. Второй выбор, в бане находится минус Тинкер, минус Мипо. BBC избавились от Razor'а и Dead Profit. Ну и пак вторым пиком, уже очень много сайланса, рассказ достаточно сильный. Не знаю, куда здесь отправится пак, я впервые комментирую эту команду, да и, если не ошибаюсь, впервые комментирую квалификации к StarLadder'у, больше по сей региону, по утрам работал. Ну, посмотрим, посмотрим, играют там знакомые нам ребята, по крайней мере, в Нам Везёт Мы Играем. Это Фобос, это Габла, Кэллидан, имена всем известные, минус Лишрак. Ну и Ancient Operation убирают Балкан Бирс, извините, что говорю, немного в нос, заложило чуть-чуть после удачного сплава по реке и купанию в холодной воде. Есть некоторые последствия. 5 секунд ремейнинг, четвёртый бан. Фейслис войд, вайпер, войд, скорее всего, пойдёт на оффлейн, вайпер либо пофармит, либо отстоит мид. Вот интересная защита от Лишрака. Не знаю, почему вы боялись. Ну и что, четвёртый бан. ВМА. Мне везёт, я играю на пике. Это, судя по всему, Габлак, но сейчас... Думаю, вряд ли кто-то ещё на пике может быть. Если что, дилей у нас 2 минуты, дорогие друзья, так что... Чё-то я могу иногда из-за опозданий ему видеть. Надеюсь, что всё хорошо слышно и видно. И это минус ТХД. Тут же байнится дерево, но дерево против Габлака это достаточно дефолтный бан. Не удивлюсь, если... Появится какой-нибудь абадон сейчас. Ну а что заберут Балканы? Абадон. Это контр... Пикабан. Вот, скажем так, чтобы не достался. Визажа забирает Габлак. Ну и четвёртый пик от Балкан Бирс. Напоминаю, что Б-103 система проведения. Одна катка ничего не решит. Некрофос. Вот так появление. Да, я этих ребят не кастил. Не знаю, является ли это стандартным пиком. Но Некрофоса я в профессиональной доте не видел уже очень давно. Несмотря на то, что откащено огромное количество игр. Я его не видел. Дроурейнджер и Визаж. Вот эту связочку мы видели на том же Интернешнале. Активно её использовали Cloud9. Заезжал туда ещё. Разного вида мастер. Но достаточно уже Визажа и Дроурейнджер. Когда дровка раскачается, у фамильяров будет просто миллион атаки. Даже в разряженном состоянии. И они смогут и пушить, и делать что угодно. Но вот выбор хороший. И опять же, ещё один Сайланс падает в купе. Команде нам везёт, мы играем. Есть Скай, есть Пак, дровка. Весь Сайланс очень хороший. Сейчас ещё и пятый герой появится Сайлансом. Это будет Борода. Да, Версута уже ответил на ледяное ведро. Ждём ответа от Энесса. Ну что, пятый бан от Балкан Бирс. Избавляться надо от чего-то рейнджового. Наверняка будет пикнуть рейнджовый герой, чтобы закатывал атаку дровки. Опять же, вероятное появление оффлейнера. Может быть, это будет Фурион. Который под дровку очень даже хорошо заходит. Мобильный, есть чем закрыть. Но это минус Райс Кинг. 5 секунд ремейнинг. Ну и что? Что отлетит? Что отлетит? Нет, заболел не после Айс Челленджа. Заболел до Айс Челленджа. Минус Бэйн. Собирают Слип, контроль. Ну вот пока отсутствие станов у Балкан Бирс может немного напрягать. Да, есть Вейсли Свойт с куполом. Контроль хороший, но нужно что-то, чем можно фиксировать на месте, чтобы все могли наваливать. 10 секунд ремейнинг. Хотя вот я тут заметил про станы у Балкан Бирс, но... Тут кроме визажа и Дрим Койла тоже не особо есть чем разгуляться. И вот он Вич Доктор. Каски уже что-то. Особенно по 2-3 целям, если вовремя запулить. Ну и под Фейсли Свойта, под куполок неплохо заходит. Это Варлок. Тоже неплохой стан. Ну что? Ждем. Ждем Вич Доктора. И стартанет первая катка. Я быстренько проверю, все ли тут хорошо. Да, не все тут хорошо. Вот так должно быть гораздо лучше. Да, теперь есть Дота 2 ТВ. Если кто-то смотрит там, я не знаю, правда, как это делать. Секунду пишет. Подринхо. Ну и что? Нам везет, мы играем. Габлак играет на SkyMage. Анонимус 1337, Дроу Рейнджер. А в фоншке. Варлок Лил играет на Визаже. И ДК Фобос Пак. Команда BBC. Некрофос. Подринхо. Салитут играет на Абадони. Хисоко. Вич Доктор. ВЗЗ. Вайпер. И Леви. Фейслис Войт. Ну и у нас небольшая пауза. Мы ждем. Собственно, кто-то, возможно, на пике отошел в ФК. Какие ощущения от ведра? Да, нормальные ощущения от ведра. У меня уже два месяца нет горячей воды. Поэтому это стандартная, я бы сказал, утренняя процедура. Залезть под и вечернее, и ледяной душ. Так что это не особо ощутимо было. Гоу, 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 пишут ребята. И мы продолжаем. Некрофос отправляется на топ. Причем в Изи Лейн. Стоять он будет с Абадоном. Очень тяжело будет убивать эту дабло, если тогда еще кто-то подойдет. Ну, вряд ли топает Вич Доктор. Хотя, интересная же остановка лейнов. Дабла-дабла. Вич Доктор. Мидл. Варлок. И уже есть Аура Траксы, что поможет ластхитить. Рынжевые герои все. Вот мы видим, плюс 5 уже у всех есть. Это очень неплохо. Ну и Фобос в ноуфлейне на паке будет катать. Тридцать секунд в борьбу. Кварт Димс. И куда смещается Войд? Ага, пошла смена лайнов. Абадон с Некрофосом отправляются на ботом. Будут стоять в агрессивной триплее на оффлейне. Ну а Вич Доктор... Точнее, в агрессивной дабле даже. Вич Доктор уходит на топ с Войдом. Войд будет фармящим. Руна регенерации для визажа. Ну тут она ему конечно не особо была нужна. Но чтобы не досталось Вайперу. Противостояние в медле. Я не знаю, трудновато тут будет Варлоку. Хотя, если будет постоянно кидать на себя подхилл. Не особо агрессировать на Вайпера. Может что-то и получится. Ну и что здесь? Здесь Абадон плюс Некрофос. Убивать очень трудно. Слишком много подхилла. Да, Скай может похарасить. Но это бесполезно практически. Качается через Хердстоппер Ауру. Дэмэдж будет наноситься постоянно. Ну и... Ну конечно триплой попроще давить. С Аурой Траксы. И Анонимус это судя по всему Иллидан. Формирует, формирует. Выбор Тракса интересный конечно. Не часто используется в профессиональной доте. Хотя Cloud9 показали, как с помощью него обыгрывали кого угодно. И где угодно. Если им отдавали Траксу и Визажа, это был стопроцентный вин. Фолбас стоит и получает опыт. Второй с лишним уровень. Чувствует себя хорошо. Никто его не гоняет. Фулл ХП. Добивает еще крипов. Иллюзори Арбом. Ну и в медле. Противостояние Вайпер против Варлока. Два на четыре. Четыре на три. Пока чуть-чуть совсем по крипам. Варлок выигрывает. Тьфу, Варлок, извиняюсь. Вайпер. В-в-в-в-в-в. Что гоняет? Некрофос пока первого уровня. Да, экспу не дают получать. Габлак. Очень агрессивно себя здесь ведет. Не подпускает. И... Лайн держит Иллидан тоже очень хорошо. Крипы не смещаются. Особо подходить к Некрофосу не дают. Вот он, 74 опыта у него есть. И так они по-прежнему остаются. Ну а Фобос здесь наглеет. Фобос наглеет. Фобос стоит высоко на лейне. Подтыкивает Войда. Помочь ему тут особо Вич-доктор не может первого уровня. Ну что, он удаст. Он каски заивейдит их Фобос. И на этом как бы ганг-банг закончится. Подхил Кайло. Есть Апофик Шилд. Ну и второй уровень у Некрофоса. Теперь тоже есть подхил. Можно проявить чуть больше агрессии. Потому что цепануть будет не так просто. Тычка. Слоу. Раскаст. Тракса вгрызается. Есть щиток. Щиток тут же сбивает. Еще раскаст. Еще тычка от Траксы. Ну дальше не пошли. Дальше не пошли. Абадон тут же сжирает фласку и дерево. Но очень много маны сейчас потратил в Визэйдж. Отпивается тут же Кларити. Тракса продолжает фармить. Топовый Крипстатс на карте. В два раза обходит Варлока, который на втором месте. Опять же это игрок команды. Нам везет. Мы играем. Варлок. Ну и вот качается он как раз таки через подхилку. Я так понимаю плюсы. Но именно так он себя может более-менее чувствовать на лейне. И ласт хитить попроще. Атаки много. Плюс Аура Траксы. Тракса второго уровня. Сапог 745. Не знаю будет ли это Мидас. Или пойдет что-то сразу ПТ на ловкость. Чтобы максимально давать демиджа по всей карте. Варлок пятого уровня. Еще у уровня появляется Галемчик. Отводы. Извиняюсь, что иногда выключаю микрофон. Здоровья требует. Ну и уроны хосты на топе. Забирает ее Варлок. Правда гангать ему с таким набором сплоп проблематично. Но вот рискует. И пак начинает дамажить. Фобос будет ли пускать Иллюзорию Арбу? В принципе затыкать Вич Доктора можно. Вот сейчас он конечно отхилился. У нее еще и фласка есть. Но у него все 296 хп. Фобоса почти пятый уровень. Еще и дабл демидж здесь появляется. И это хоста и дабла. По-моему идеальный набор для убийств. И что это будет ФБ? Нет не будет ФБ. Улетает Вайпер. Слишком долгие тычки. Вот сейчас может подхилиться. Да. Подхиливается Варлок. Хоста заканчивается. И стычка на топе. Хотя стычка это особо не назовешь. Кинули слоу. Баддону ему просто уходит. Тракса собирает ПТ. Как я и говорил. Да. Максимальный запак в ловкость. И вот это уже плюс 10 атаки. Денайд. Ну и четвертый уровень утракции. Будет шестой. Будет очень-очень больно. Потому что если она цепанет с фростароу. И визажом цель уже скорее всего не отойдет никак. По крипам. Вайпер 17-5. Варлок 19-18. По денаям. Выграно просто в миссину. Ничего тут вайпер под денаям противопоставить не может. Ну и четвертый уровень есть голем. Отправиться ли пушить? В принципе с визажом. Но ему нужны фамильяры. И тракса должна четвертый уровень быть. Можно идти спокойно толкать ТВРа. Отхил кончается у дроу рейнджер. Здесь мэджик стик особо толку не приносит. Так как ребята ничего не кастуют. Он не заряжается. Но хотя бы чуть статов. Прогоняют. Ну и денаи. Денаи траксы. Пытаются в свою сторону лайн сместить. Да тут не трудно с такой атакой денаить. Все таки это тракса. Ну и варлок 7-7 плюс 19 в мидле стоит. Фобос имеет уже шестой уровень. Войт пятый. Есть ПТ. Запрыгивает. Пятый уровень. Начинает бить Фобоса. Фобос. Каски. Зайвейдио. Сайланс. Дримкоил. Хисока. Включает подхил. Фобос не может пробить. Фобосу надо уходить. Фобос отпивается батлом. Кидает иллюзорию арбу. Хисока. Еще надо тычечку. Есть ферст бат. Но Фобос погибает от Войда. В любом случае забрать ФБ на оффлейне. Это очень-очень круто. Ну и у Фобоса также 500 на руках. Вот сейчас денежки. Цепляют. Есть Апофиг Шилд. Вайпер. Вгрызается в тракс у тракс. И большие проблемы. Еле живой. Ходит здесь Некрофос. Но тем не менее он живой. Мне везет. Я играю. Пытается уйти. Скорее всего его отсюда не отпустят. Здесь живой. Тычечка с руки. И Фейслис Войда забирает второй килл. Ой-ой-ой. BBC сейчас очень грамотно стянулись на ботом. И развалили здесь, грубо говоря, трипл лейн. Визейдж единственный, кто спасся объектом. Но он находится очень далеко. Варлок приостановил игру. Не знаю, что случилось. Да, вот пишет Гоу-Гоу. И ребята будут продолжать. 3-1 в пользу BBC. Ну и Войт отходит. Будет ли это Мидас, или сразу будет какой-то Мом, Мэл, Шторм и так далее. Хисоко. Вичдоктор смещается в Мидал. Ему дарят немного Икспы. Правда, сюда уже приходит Вайпер и говорит ему, текай отсюда. Мужик. Но Твичдоктору нужен. Нужен 6 уровень. Подходит сюда Варлок в инвизии 7. И может уронить Голема. Но ему нужна помощь. Помощь как минимум еще пара человек. Один Скай здесь не заезжает. Тракса. 5 уровень. Плубас возвращается на свой лейн. Ну что, готовы цепнуть Вайпера? Виз скоро закончится. Пошел Голем. Пошел Раскаст. Вайпер. Сайланс. Анхил. Слоу. Но Вайпер выживает. Отличный купол по двоим. У Лилы большие проблемы. Вайпер страйк в Габлака. Габлак пытается сделать ТП-аут. Визаж раскастовался. Улетает. Скай погибает, правда, от яда. Тут минус Визейдж. Ой-ой-ой. А фончики цепляют станом. Ну и опять же подхил. Все живы. Очень сайвовый пик в ВВС. Да, очень сайвовый. Абадончик. Тут еще хедрески всякие появляются. Вайпер уже практически с Меккой. Ну вот главный тавар сейчас не отдать. Трудно, конечно, будет его отдать. Но Голем первый ушел в никуда. Фобос. Видит Вайда. Проходит Баш. Еще тычка. Или Зори Орва. Фобос упрыгивает. Упрыгивает на хайграунд. Ну вот ему, наверное, повезло, что он не спалился. Потому что мы могли там и расчленить. Ну и Тракса получил наконец-то шестой уровень. Есть теперь Аура. Которая неплохо бустит по демиджу. 26 у Визажа. Вот Фамильярчике появится. Будет у него ускоренный фарм. И Визечь начнет одеваться. Но Визажу в таких случаях обычно стараются максимально быстро дать шестой уровень. 5-1 в пользу команды Би-Би-Си. Десятая минута по Нетворсам. 3-600 Тракса. 3-100 Варлок. 2-900 Войт. 2-800 Вайпер. 2-700 Пак. По графикам полторы тысячи по золоту выигрывают. Нам везет. Мы играем. По экспену нуле. Вайпер Страйк. И попытка сделать тэпаут. Ну тэпаут, наверное, получится сделать. Да, улетает. И Некрофос погибает на топе. Забирает его Пак. Причем в соло, через Дрим Койл и так далее. Но фраг есть. Визейдж. Вот оставляют его наконец-то на лайне для его шестого уровня. До нового голема 45 секунд. Приходит Варлок назад. 35 секунд кулдаун ДТП. Сейчас лучше не перебыковывать. Руну ускорения для Пака. Дрим Койл. Долго еще. Инициировать особо нечем. Что будет покупать Пак? Пак копит на даггера, я так понимаю. Заход на топе. Тут уже шестой уровень. Фобос пытается догнать. Или Зори Арба. Пай есть уже под сейв ТП. Фобос не стал прыгнуть. Дрим Койл тут же под хил. И все. На этом останавливается. Вич Доктор тем временем качается в лесу. Совсем скоро шестой уровень. И можно будет попробовать провернуть комбину Купол Детвард. Дей Найт. Пайпер уже девятого уровня с Меккой. Ой-ой-ой-ой. Этого пацана пропускать нельзя. Тракса, конечно, фармит очень хорошо. Переходит на Эншентов. Есть Морбид Маск. Ну и вот бонус в том, что на фармить Асэншентов саппорты могут получать уровень. Ну, на Войда сейчас баковать бессмысленно. Визэйдж после следующего пака крипов уже получит чистый уровень. Есть Голема Уварлока. Фобос девятый. До Даггера совсем чуть-чуть. С Даггером сможет запрыгивать. Ставить Дрим Койл, ронять туда Голема, Рассказ, Сайланс и так далее. Может быть очень больно. Но Купол, Мека, Некрофос, Абадон. Если мгновенно не убирать персонажа, все это выхиливается очень быстро. Поэтому надо потеть. Вот они фамильярчики. Купол. Запрыгивает. Будет ли Детвард? Ставится Детвард. Тут же подлетают фамильяры, но поздно посадили. Лил уже получил слишком много дэмэджа, погибает он от Вайда и просто расходится. Тем временем в Медле погибает Вайпер. Да, с помощью Голема, Фобоса и Дроу Рейнджер. Тем не менее, это киллы, тем не менее, они идут пушить вышку. Ну да, на Нимус много атаки. Вот Тавар начинает страдать. Есть Фортификейшн, надо его использовать. Да, пошел Фортрак. Купола здесь нет, они прекрасно все это понимают. Ну и Тавар отваливается. А что сделать? Войт особо ничего предъявить не может. Есть ТП, пошли каски. Каски по двоим. Кто сюда прилетает? Некрофос, кого будут цеплять. Ну и Фобос отсюда уходит. Тавар выжил. Отхиливать его не могут, поэтому со следующего захода такого его заберут. Скаймейдж получает свой шестой уровень. Сможет теперь тоже выдавать какой-то дэмэдж по... Дгалема и Дримкойл. Ну, в случае 6-3. Вардлок приобретает себе Пойнт Бустер. Сразу же идет Ваганим. Что у Траксы? У Траксы Яша. Продолжает собираться в ловкость, чтобы увеличивать дэмэдж своей команды. Вот они, фамильярчики. 56 урона уже бонусом есть. Ну и это очень-очень сильно. Тут с одним орбитмаском уже не пробивают крипы. Просто и Тракса пинает. 11 уровень не за горами, когда еще ловкость бустанется. Тык-тык-тык-тык. Нет, ВДС не с самого начала качался в лесу. Стоял на лейне с Войдом. На оффлейне. Подтыкивают вышку. Ну, тут без Траксы трудно будет. Смещает сюда Элидан. И падают, падают крипочки. Падает Катапульта. И пошел Тавер. Будут ли дефать? Дефать трудно, поэтому отдают. Визейдж забирает вышку. Неудивительно. Все-таки стук атаки у фамильяров. И атак спид очень хороший. Вайпер тем временем на ботами. Но вот Вайпер после меки особо ничего не получает. Мы видим, что топ-3 Нетворса принадлежит команде Нам везет, мы играем. Есть Детвард, есть Купол. Можно попробовать провернуть что-либо. Подходит сюда Вайпер. Где Некрофос. Некрофос восьмого уровня. Подхилл в четверочку и дэмэдж стоит. Нужно уплотняться. А Баддон получил штыурой. Причем Макситон Койл. И надо дефать. Что по Голему? Голем будет через 5 секунд. Войд. Готов и что ворваться. Третьим пока только таймлок. Таймволк. Таймволк, таймлок. Хотя все третьего, поэтому ничего удивительного. Пак. Сайланс. Дримкоил по двоим. Голему уронили. Проблемы у Вайдана. Накрывает ультимейтом. Вы очень сильно подхилили. Войд пока живет. Нужно, чтобы Сайланс упал. Сайланс не упал. Войд погибает. Ну и Купола нет. А Купола нет. Без Купола как бы комбину дальше мутить очень трудно. Минус Тавр скорее всего. Фортификейшн нет. У визажа появляется медалька. Это минус армор под траксу. Это очень круто. Пошли Фамильяра. Хисока откидывается касками. Но они пошли по крипам. И начинает падать Тавр. Где Тракса? Тракса на топе тем временем протаранила вышку. И ей уже летит Сейндж. Пак. Упрыгивает. Ну и падает вышка на ботами. Варлок забирает еще одну вышку. По деньгам сейчас ребята ломанули очень сильно вперед. Я уверен. Да, мы видим что происходит. Больше 8000 преимущества по золоту. 4000 по экспе. 11 уровень Варлок. Ему до Аганима остается 30 золота. И с Аганимом. Будет Сейланс. Войт может и не уйти. Тракса в Соло. Расстреливает Вайда. Лол. Но это просто забей. 11 уровень. Сия. ПТ на ловкость. Войт погибает за Сейланс. И Лидан конечно красавчик. 1-1-1 статан. Но тем не менее топовый Нетворс на карте. И сейчас убивает Соло Вайда. Фобос в инвизи. Через 10 секунд Дримкоил видит здесь Абадона. Каски потрачены. Он знает что нет стана. Хисока. Могут быть большие проблемы. Будет ли Сейланс. Фобос. Подходит. Ребята уже стягиваются. Ну и наверное попытаются что-то сделать. Да. Ну и минус этот пацан. Сейланс. Дримкоил. Тракса. Тут Скай даже мейдж мог и не тратить свой ультимейт здесь. 6-6. Равняют счет ребята. Дракса продолжает аннигилировать. 1400. Сейчас если еще какой-то бутерфляй появится. Это будет жесть. Сколько бонусов? А пока нисколько. 50. 50 увеличение урона. Это жестко. Тракса продолжает. Что 1800. ТП приобретает. Доминатор грейдит. Да. Вот побольше лайфстилы. Плюс атака. Атаки и так уже тьма. Атаки здесь уже 250 с лификом. И кто может это переживать? Здесь 1000 хп. 900 хп. 796 хп. Все достаточно тонкие дитраксы. Потому что просто потыкать, потыкать, потыкать. Атак спид очень хороший. Ну и дизейбла как с сайленсами и прочей гадостью хватает. Рошан по-прежнему стоит. Вот сигналит, мол, ребят, давайте попробуем. И попробовать можно. Почему нет? Фобос забирает хасту. 1400 на руках. У Пака тоже 967 хп. И вроде как не толстый. Но у Пака очень много эскейпов. Да. Он трудно убиваемый. У него есть всякие арбы, шифты и так далее. Попробовал по цепи. И надо BBC, чтобы они синициировали. Чтобы вот этот пацан залетел. Поставил купол на двоих-троих. Запрыгнул. Поставил купол. Начинает бить Фобоса. И Фобос дает сайленс. Отличный голем. На троих. Мгновенно минус Некрофос. Дримкоил. У Абадона включается ультимейт. Пытается что-то хотя бы сделать. Здесь уже минус 3. Абадона отсюда не отпустят. Минус 4. Это развал кабинетов в 0. 19-ая минута. Минус Т2 100%. Возможно даже пойдут протаранить Т3, пока есть два голема. Ну и тут нам везет. Мы играем просто. Уничтожили своих оппонентов. Нет, Марошана решает идти. Правильно. С медалькой-то и Траксой его развалят просто за секунду. 2000 у Траксы. Ну и вот что сейчас будет с Рошаном происходить. Мы видим. Драки здесь уже не будет. У Войда нет купола. Падает Рошан. Вайпер. Ну и смещение тут же на Т2. Лайн толкнули. Вышка здесь коцная. Есть фортификейшн, конечно, но это не беда. Памильяр. 51 бонус урона. Ну и Тавар отваливается. Варлок забирает вышку. ТП на топ. Тут же идут забирать Т2. Продолжают увеличить свое преимущество, которое и так сейчас колоссальное. Больше 16 тысяч по золоту. Пока развал кабинетов очень жесткий. Не знаю, что нужно сделать, чтобы закомбетчить. Надо провернуть нереальную комбину, поставить купол по пятерым Детвар, чтобы он надамажил тьму-тьму урона. А он пока только первого уровня. Никаких агонимов тут не вырисовывается. Но визаж начинает фармить. У визажа совсем скоро появится агонимчик. Тут сигналят, мол, есть ребята. Да, ребята тут действительно есть, но мы видим на топе. Или там в соло. У него есть Аегис, у него есть Иглсонг. Не знаю, смогут ли задефы здесь без него. Потому что ТП у него нет. Уронил вышку. Не можно идти на Т3. Что, есть стычка? Да, Фобос запрыгивает. Дримкоилл подвоим. Есть рассказ. Сайланс упрыгивает. Будет ли голем? Голема нет еще 20 секунд. Ультимейтом накрывают. Хисоко может погибнуть. Хисоко погибает. Фобос здесь видит Некрофоса. Некрофос пытается уйти. Иллюзори Арба. Его видят. Минус Некрофос. Будет ли запрыгивать Пак? Пак не прыгает. Киллинг спри. И единственный, кто выживает. Абадон. Абадон отсюда просто убегает. Тем временем на Т3 на топе. Иллидан продолжает харасить вышку. Атаки миллион. Стоит просто и пинает. 300 урона. Минус очередная вышка. Начинает падать бараки. Бьет рейнджовые. Есть фортификация. А ребята просто идут по ботаму. Есть уже големы. Они откатились. ТП на топ. Запрыгивает Хисоко. Вайпер. Ну так он их развернет. Сайланс. Что, барак падает? Почему-то катапульту не бьют. 22 минута. Подхил. Скай мага. Заход на хайграунд. И начинает бить вышку. Каски. Варлак там шукает. Своими големами. Фамильярщики. Ой-ой-ой. Мы видим, что тут. Просто минус тавер. ГГ. ГГ пишет ВЗЗ. 23 минуты. Это все, что понадобилось. Ребятам из информации, что выиграть первую катку. Но нужно еще одну выиграть, чтобы закрепиться. А мы уходим на небольшую рекламную паузу. После которой вернемся. И продолжим смотреть эту интересную доту. Никуда не расходитесь. С вами по-прежнему будет Год Хант. Ну и эти замечательные команды. С вами по-прежнему будет Год Хант. Спасибо. Спасибо. Спасибо.